Это произошло где-то в полдвенадцатого вчера дня. Получается, я поехала, спускалась с плачьей дочкой, получается, на улицу, шла за старшей. Он с двенадцатого этажа, он съедил на двенадцатом этаже, где-то до десятого он доехал нормально. Где-то в десятом что-то с ним произошло, он начал трястись, получается, вибрировать. Такое ощущение, что свет мигал, такое ощущение, что он об стенки бился, получается. Как-то, я не знаю, ну, слышно было, как он стенки скоблит, получается. Вот, то есть ехал он, наверное, быстрее, чем он едет обыдь. Свет, я говорю, мигал, тряс и сильно гудел очень. Вот, потом, получается, он доехал, ну, то есть я где-то уже практически у самого низа, я поняла, что мы остановились. Он продолжал дальше гудеть, вот, свет мигал, потом он остановился, получается. Вот, я нажимала на кнопки, думаю, может остановиться, потом нажимала на вызов. Он не работает. Он еще не работает, получается, у нас оказали. Вот, ребенок у меня сильно напугался, получается. Сидели мы еще, а вахтерша услышала, что мы падаем, получается, она вызвала аварийку, да, диспетчер. Вот, и где-то через полчаса за нами пришли, получается, нас вытащили оттуда. Ничего не сказала, я их спросила, что случилось, они поулыбались, и на этом все закончилось, в общем-то. А потом мне вахтер, ну, уже вахтерша мне сказала, что оторвался, получается, трос и шлейф, получается, что хорошо, что мы не улетели в подвал. Честно сказать, я в таком, я не знала, куда мне ставить ребенка, что мне делать, в первую очередь, с пятилетним ребенком. Либо мне ее надо на руки брать, ну, то есть, честно, я не понимала, но быстро это, в принципе, происходит. А в течение вот этого получаса, когда вы уже сидели в лифте, который не двигался, свет был, да? Свет был, свет был. А, то есть, ребенок не испугался? Не, ну, я ее развлекала, там у нас был пластилин, мы лепили, без пластилина что-то пытались как-то различить. А что, что сказали они, как они будут чинить, взяли в оборот? Вы сказали, что во вторник должны прийти чинить. Ага. А у вас вот лифтовая вверху закрыта, то есть, не могли... Нет, все закрыто у нас, все на замок, мы... Я теперь хочу, можно я хочу сказать? Да, да, конечно. Значит, у нас этот лифт ремонтируется каждую полчаса. Вот он закрытый, стоит. Вызвали механиков, пришли, пошли наверх, взяли ключи, взяли этот крючок, дернули, вышли, дошли вот до будки, он опять встал. Опять вызываем. В день по два, по три раза мы вызываем лифтеров. Каждый день, каждый день. Вы проверьте, пойдите в лифтовую, сколько раз в день мы вызываем, и каждый день, вот это лифты, лифтам по 33 года. И каждый день мы вызываем или аварийку, или это, или аварийку, или лифтеров. Вот только лифтеры вышли, дошли туда, опа, опять, возвращайтесь, опять встал. Это без конца, одно и то же без конца. Тоже я ездила за ребенком, тоже лифт. Эти лифты нужно делать, а не прийти к крючочкам дернуть, и чтобы он пошел. Он пошел, да, они пришли к крючочкам раз, дернули, он пошел, остановился. Они дошли вот сюда, до будки, он опять встал. Опять вызываем. И без конца у нас вызовов там полно. Пойдите, проверьте, сколько вызовов, вот на нашу парадную, каждый день, сколько вызовов. Без конца вызываем. Здесь они, конечно, записывают. Без конца. Они отвечают, они же посылают мастеров нам. Они отвечают. И без конца вот эти вызовы. Лифты не работают по 33 года, нам надо менять их, или хотя бы на капитальный ремонт их ставить, чтобы делать их. Не прийти к крючочкам дернуть, а летом, не сейчас, я не говорю зимой, но летом, остановить лифт, что-то поменять, какие-то запчасти, какое-то что-то. Никто ничего не делает. Но какие-то тросы меняли, вот это что в этом лифте, что ты говоришь трос, они сказали, все, они там что-то летом меняли. Может они старый поставили, который вообще не работает. За неделю вместо нового старый, это тоже может быть. Только за что мы платим. Мы же не понимаем в них ничего. Ну, понятно. В этих лифтах. Это просто дитё родилось в рубашке. Да, что они не упали, не убилися. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...